ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ 16 августа 2000 года колонна федеральных войск выдвигалась из чеченского города Аргур. В ее составе находился сводный отряд спецназа ФСБ Удмуртии под командованием Олега Рамаданова. Неожиданно раздался оглушительный взрыв. Я глядываюсь назад на эти БМП и вижу, обе они взлетают в воздух. Дым, копоть и так далее. И понимаю, что по нам ведется огонь. Колонна попала в классическую засаду. Горели головная и замыкающие боевые машины пехоты. С расстояния в 300 метров несколько десятков боевиков из лесополосы методично расстреливали колонну из стрелкового оружия и гранатомеров. По радиосвязи полковник Рамаданов запросил подкрепление. Но до его прибытия необходимо было продержаться около двух часов. Велся достаточно плотный огонь. Голову было поднять сложновато, потому что пули свистели. Укрылись мы за насыпью дорожной. Вот и начался бой. Неожиданно автоматные очереди из лесополосы стали смолкать одна за другой. Срыв атаки боевиков стал результатом действий всего двоих спецназовцев. Они выдвинулись на позицию. Позицию хорошую, выбрали замаскироваться, сумели быстро. По моей команде вели огонь по целям. В конце концов, огонь мы подавили. Когда подоспело подкрепление, бой уже был закончен. Его исход решили точные выстрелы из двух снайперских винтовок СВД. Уже почти полвека без этого оружия не обходится ни одна война. А оснащенные им бойцы наводят панический страх на противника. СВД, снайперская винтовка Драгунова, по праву считается одним из величайших достижений отечественной оружейной школы. Благодаря именно ей, еще задолго до появления управляемого оружия, высокоточная стрельба стала неотъемлемой частью общевойскового боя. Но в тени ее мировой славы очень долго оставалась незамеченная и непростая судьба автора, Евгения Федоровича Драгунова. О тайнах снайперского искусства, о рождении великой легенды 20 века, которая называется СВД, наш фильм сегодня. Браво на выстрел. Климент Ворошилов раздраженно разглядывал стандартную мишень на полигоне. После того, как один из офицеров не смог попасть в нее ни разу, разрядив весь барабан револьвера. Испуганный подчиненный объяснил неудачу дефектом оружия. Нет плохого оружия и есть плохие стрелки, сказал Ворошилов. Взял револьвер и разрядил всю обойму прямо в мишень. После газетной публикации этот случай стал известен на всю страну. Уже через несколько месяцев возникло массовое движение «Стреляй по Ворошиловски». А значок «Ворошиловский стрелок» на груди молодого человека гарантировал уважение окружающих и внимание прекрасных дам. Летом 1934 года 14-летний абитуриент ижевского механика металлогического техникума Евгений Драгунов вышел на огневой рубеж местного отделения ОСО «Авиахим». Ему вручили винтовку Мосина и три патрона. Ну что-то он там не так сделал. Она ему стукнула, как следует промазал, собрался и два выстрела там десятка-девятка. Ну а там норматив был, по-моему, что-то там то ли 15, то ли 18 надо было убить очков. Я спрашиваю, третий-то где? А третий вот ушел туда-то. Пять лет спустя ворошиловский стрелок Евгений Драгунов был призван в армию на Дальний Восток. Но его стрелковые навыки оказались востребованы не на поле боя, а в оружейной мастерской. Его распоряжили все оружие, которое было стрелково, от револьвера наганной пистоли ТТТ до полиумета ДП. Человек, которого он знал, как его эксплуатировать. Многолетний пограничный спор между СССР и Финляндией в октябре 1939 года перерос в полномасштабную войну. Через три недели после начала боевых действий две дивизии Красной Армии, совершавшие обходной маневр вокруг Ладожского озера, оказались практически уничтожены. Одной из причин катастрофы были названы «Кукушки». Такое прозвище получили финские снайперы, нередко оборудовавшие огневые позиции на деревьях. Интересно, что снайперы «Кукушки» в бою предпочитали советскую винтовку Мосина, к тому времени уже 40 лет стоявшую на вооружении нашей армии. Своеобразным рекордсменом стрельбы по живым мишеням стал финский охотник Симо Хайха. На его счету более 500 уничтоженных красноармейцев как раз во время финской кампании. Действительно, это был очень большой урон, которые они нанесли нашим войскам. Опять же, повторюсь, не только такой физический скамп так, но и очень сильно деморализующий эффект. В ноябре 1942 года, в дни Сталинградской битвы, личным врагом Адольфа Гитлера был объявлен уральский охотник Василий Зайцев. Причиной этого решения послужили ежедневные публикации во фронтовых газетах о количестве уничтоженных советским снайперам, немецких солдат и офицеров. Всего за месяц своего пребывания в горящем Сталинграде 225 точных выстрелов Василия Зайцева достигли цели. В 19 веке снайпером называли охотника, умеющего бить без промаха по маленькой птичке Бекасу. По-английски снайп. В 20 веке снайперы превратились в охотников за головами. По статистике, в годы Второй мировой войны на истребление одного солдата противника требовалось 20 тысяч патронов. Сегодня эта цифра выросла до 40 тысяч. У снайпера есть право лишь на один выстрел, глядя противнику прямо в глаза. И если ты промахнулся, значит смертей будет еще больше. Таково главное правило этого страшного искусства. Именно в искусство превратил профессию снайпера уральский охотник Василий Зайцев. Зайцев обладал фантастической способностью не моргать часами. Он сутками мог лежать на одном месте, оборачивая в камуфляж даже свою винтовку. Специально для уничтожения Василия Зайцева в Сталинград был направлен руководитель берлинской школы снайперов Эрвин Кёниг. О начале персональной охоты за собой Зайцев понял, когда были убиты два его товарища, тоже опытные снайперы. И Зайцев с напарником за ним длительное время охотились. Затем, предположительно, скажем так, было обнаружено место, где он может оборудовать свою позицию. Перепетии этой охоты на человека впоследствии легли в основу американского фильма «Враг у ворота». Впрочем, причина, из-за которой вас прислали, соответствует масштабу. Вчера я снова был вынужден назначить 25 сержантов на места офицеров, убитых снайперами. Снайперы деморализуют солдат. Не делай этого! Не делай этого! В реальности напарнику Зайцева пришлось лишь притвориться убитым, чтобы заставить Кёнига обнаружить себя. Эти события стали лишь началом настоящего снайперского террора, устроенного уже учениками Василия Зайцева. Были организованы курсы подготовки снайперов, в которых Зайцев и его товарищи преподавали это снайперское дело. Их называли молодыми зайчатами. Говорили, что Зайцев готовит молодых зайчат. Значит, ну, к концу Второй мировой на счету Зайцева было 400 подтвержденных ликвидаций. Если Восточный фронт до конца войны оставался ареной снайперских дуэлей, то на Западном фронте немецкие снайперы стали наваждением союзных войск. Быстро усвоив Сталинградские уроки, они переняли методы маскировки и тактику работы с напарником-наблюдателем. Урон, психологический урон, наносимый противнику от снайперского огня, нельзя ни с чем сравнить. Опять же, по статистике, когда у военнослужащих спрашивали, чего они боялись больше всего, значит, снайперского огня. Один снайпер мог часами сдерживать наступление целой роты. Именно тогда появилась чудовищная тактика. Стрелок из укрытия ранил одного противника, а после расстреливал всех, пытающихся прийти к нему на помощь. Но если снайпер попадал в плен, его шансы выжить были равны нулю. Летом 1948 года в Кремль офицер фельдъегерской службы доставил пакет с грифом «Совершенно секретно». При вскрытии конверта оказалось, что секретный доклад был составлен в физкультурном комитете СССР. Совершенно секретно. 2 июля 1948 года. Москва, Кремль. Секретарю ЦК ВКПБ Михаилу Суслову. Всесоюзный физкультурный комитет полностью разделяет мнение партии и лично товарища Сталина об огромном международном значении включения советских спортсменов в олимпийское движение. Участие наших стрелков в предстоящей Олимпиаде в Лондоне по-прежнему под вопросом. Нам остается либо закупать за валюту иностранные спортивные ружья, либо в кратчайшие сроки разработать собственный образец на базе винтовки «Мосина». Председатель физкультурного комитета СССР Аркадий Аполлонов. Для того, чтобы советские стрелки приняли участие в Лондонской Олимпиаде 1949 года, распоряжение о срочной разработке спортивных винтовок немедленно было отправлено в КБ Ижевского машиностроительного завода. И к удивлению многих, правительственное задание пришлось реализовывать молодому специалисту. Сандрагунов, это истрелок. Ну, у него первый разряд был по стрельбе. Вот, давай вот, решайте с ним, что можно сделать. Ну, он, по сути дела, первое, что сделает, адаптировал эту снайперскую винтовку, которую он делал 1991-1930 года, вот, под спортивный образец. Уже через несколько месяцев спортивные снайперы из СССР могли отправиться в Лондон с новой спортивной винтовкой С-49 конструкции Евгения Драгунова. Но дебют советских спортсменов по политическим мотивам был отложен до следующей Олимпиады в Хельсинки. Вместе с Богдановым стали олимпийскими чемпионами советские стрелки Виталий Романенко и Василий Борисов. По количеству золотых медалей мы теперь стремительно нагоняли американскую команду. В последующие 10 лет трофеями советских стрелков стали десятки медалей на международных спортивных состязаниях. В каждой Олимпиаде Драгунов создавал новые высокоточные спортивные винтовки «Зенит», «Стрела», «Тайга». И в основу всех образцов по-прежнему закладывалась конструкция знаменитой винтовки Мосина. Драгунов потрясающая личность. Во-первых, он внешне был очень занят. Это значит, огромная голова, наверное, 60-го размера. Невероятная голова и торчком стоящие, значит, прожеватые волосы. Но любил говорить. Говорил хорошо. Много читал. Знал Чехова. Знал хорошо оружие. И мы часто, значит, начинали разговаривать. А скажи, пожалуйста, Драгунов, какого образца, в каком году был принят первый пистолет Браунинга? Появление ракетно-ядерного оружия требовало полного пересмотра военной стратегии и обновление арсенала неядерных вооружений. В случае глобального конфликта советской армии предстояло в трехдневный срок выйти к проливу Ла-Манш. Такой виделась теперь стратегия сухопутных войск. Как ни странно, именно в те дни военное руководство СССР решило, что армии необходима новая снайперская винтовка. К этому времени винтовка мощная она просто-напросто уже морально устарела. У него был довольно-таки слабенький прицел. И... Ну вот, в основном, это вот основные данные, скажем так, основные причины, по которым необходима была замена. На рубеже 60-х годов 20-го века с появлением уникальной техники БМП и БТР советская пехота превратилась фактически в новый род войск мотопехоты. Теперь в ее распоряжении появились артиллерийские пушки, крупнокалиберные пулеметы и ручные гранатометы. В стройному комплексу огневого воздействия не хватало лишь одного звена возможности точечного поражения противника. И эту задачу могла бы решить армейская снайперская винтовка. И постоянно была задача создать такую вот единую строну систему вооружения стрелкового советской армии. То есть, значит, на уровне взводного звена, значит, эти вот... Была именно поставлена задача создания идентичных по конструкции, унифицированных по конструкции образцов. В объявленном конкурсе на создание снайперской винтовки приняли участие знаменитые конструкторы тех лет. Федор Баринов, Александр Константинов и Михаил Калашников. Попробовать свои силы в проектировании армейского оружия было предложено и конструктору спортивных винтовок Евгению Драгунову. Я к нему приходил чуть не каждый день. Мы работали в соседних комнатах. Я очень секретный. Он секретный, но не очень. Подходил к его к Ульману, мы стояли, беседовали с ним, значит. Причем, что самое интересное, Евгений Драгунов была генеральная личность. Мне кажется, все пять лет, что он делал винтовку, это был в 58-м году начался винтовка, или в 58-м, по-моему, и продолжалось пять лет, насколько я помню, он чертил, мне кажется, все на одном листе ватмана. Ватман имел очень оригинальный вид, потому что на этом листе он кушал, спал и работал. Задача усложнялась тем, что само место снайпера в боевых порядках к тому времени изменилось. Его роль охотника-одиночки должна была дополниться умением участия в общевойсковом бою. Снайпер – это человек, который тоже вот двигаться в боевых порядках вместе со всеми. Наступает, поддерживает наступление, значит, оборону поддерживает. Отсюда вот это вот требование самозарядное, то есть высокая скорострельность. Четыре года спустя на финальном отрезке испытаний остались только два образца винтовки Константинова и Драгунова. Обе показывали прекрасные результаты, и армейское руководство никак не могло принять окончательное решение. Специально для тестирования новых винтовок на полигон пригласили знаменитого снайпера Василия Зайцева. Ну, мы нашли этого Василия Зайцева, директор трикотажной фабрики в Киеве, защитным прихожим, вот такое, давно не стрелял. Ну, значит, дали ему пострелять. Так он сказал, и это хорошо, и это хорошо. Винтовка и Константина хороша, и Драгунова неплохая. После Зайцева Евгений Драгунов вдруг вызвался сам произвести показательную стрельбу из винтовки своего конкурента. Сделал выстрел, посмотрел, обернулся, с кем-то поговорил, сделал второй выстрел, папироску закурил, там пару затяжек сделал, третий выстрел сделал, опять с кем-то. Я ему говорю, Федорович, ты чего дуришь-то? Он говорит, Юрка, да когда иначе, не выбьет ничего, ее нельзя перегревать, винтовку-то, конструкция-то у нее так сделана. Бескорыстная помощь Драгунова не помогла конкуренту. Показатели меткости и кучности стрельбы его винтовки оказались выше, и в 1963 году на вооружении советской армии появилось новое оружие СВД, снайперская винтовка Драгунова. С момента появления СВД часто сравнивали с автоматом Калашникова, и у этого были свои основания. В новой конструкции Драгунов отказался от неотъемлемого винтовочного атрибута сплошной деревянной ложи, предпочитая так называемую Калашниковскую компоновку. Также от знаменитого АК-47 Драгунов позаимствовал принцип автоматической перезарядки. Но эти заимствования также предопределили успех СВД. Взаимозаменяемость деталей автомата, пулемета и винтовки была несомненным преимуществом и в производстве, и на поле боя. СВД имело ряд существенных отличий от автомата Калашникова в устройстве автоматики, узле запирания и ударно-спусковом механизме, которые в итоге сделали эту систему вполне самостоятельной. Оптический прицел ПСО-1 с четырехкратным увеличением позволял вести точный огонь по удаленным целям даже в условиях плохой видимости. Люди годами работают, чтобы что-то получилось. годами у Друголунова получилось с первого раза. Это первый образец, который сразу же стал хорошим, надежным, интересным. Вот удивительная особенность. Он угадал с первого раза. Редчайший случай в оружейной технике. Мой отец охотник-промысловик. Мать работает в зверосовхозе за техником. До призыва в армию я был в сборной команде техникума по биатлону. Товарищ Константинов, вы назначаетесь кандидатом в снайперы. Каждый снайпер, руководствуясь общими правилами выполнения приемов стрельбы, должен с учетом своих индивидуальных особенностей выработать и применить наиболее выгодное, устойчивое и однообразное положение головы, корпуса, рук и ног. Винтовка легкая, изящная, сама просится в руки. Как оружие высокой точности для поддержки действий войск на поле боя, это оружие до сих пор не имеет конкурентов. Совершенно секретно. 20 января 1967 года. Вашингтон, округ Колумбия. Министру обороны США Роберту Макнамару. Одно из первоочередных мер, полагая усиление наших войск, снайперами высокой квалификации. Их необходимо ознакомить со снайперскими приемами периода советско-финской войны. По сообщениям наших солдат, в руках вьетнамских снайперов они видели странную винтовку, внешне напоминающую автомат Калашникова. Командующий американскими войсками во Вьетнаме Уильям Уэстморленд. Причиной для беспокойства военного ведомства США стали вьетнамские снайперы. Они много часов неподвижно находились на деревьях и мгновенно исчезали после точного выстрела. Вскоре в западную прессу стали просачиваться сообщения о страшном вьетнамском снайпере по прозвищу Кобра и его необычной винтовке похожей на автомат Калашникова. Слухи такие были, что во Вьетнам уходило, но насколько она там серьезно это была, я не знаю. достоверных сведельств использования ее не было. Ну вот сейчас американские всякие боевики про снайперов где-то пишут, что СВД там была. ликвидация вьетнамского стрелка по прозвищу Кобра была поручена американскому снайперу Карлсу Хеоскопу по прозвищу Белое Перо. Он стал знаменит после того, как в марте 1967 года с напарником в течение суток снайперским огнем уничтожил целую вьетнамскую роту в долине Слонов. У него 93 подтвержденных ликвидации. Его позиция находилась на расстоянии ориентировочной 1100 метров от зоны выброски. Вот на преодоление этого расстояния у него ушло три дня, три ночи. После того, как Хеоскок нашел в джунглях на ру снайпера Кобры, началась двухдневная охота. Столкнувшись лицом к лицу, вьетнамец допустил роковой промах. Заметив солнечный блик, Карлос Хеоскок выстрелил. Его пуля прошла сквозь оптический прицел противника. После того, как он вернулся, говорят, на него было страстно смотреть, потому что Вьетнам это джунгли, это мошки, это всякие ползучие твари. Он был полностью искусен. Во-первых, локти коленей представляли собой один огромадный водяной мозоль и от него очень неприятно пахло. Позже эти события легли в основу сценария знаменитого боевика снайпер, но в целях политкорректности действия фильма перенесли в Латинскую Америку. Ты попал к пехотинцам, они слышали, что ты снайпер. Профессия отверженных. они идут в бой взводами, а мы парами. Иногда в одиночку. Для них сражение это прошить все вокруг миллионами снарядов и пуль. А мы выжидаем днями. Один выстрел и цель поражена. 5 сентября 1972 года в дни проведения Мюнхенской Олимпиады отряд палестинских террористов захватил заложники израильских спортсменов. После неудачного полицейского штурма все 11 заложников были убиты. После этой трагедии во многих странах мира появились антитеррористические подразделения, оснащенные специальным оружием. В середине 70-х годов в СССР спецназ главного разведуправления генерального штаба предполагалось оснастить пистолетами-пулеметами кедр Евгения Драгунова. Малогабаритный автомат с использованием пластика хорошо чувствовал сам материал и понял, что например, пластмассовые образцы с использованием пластмассы надо, в принципе, это по-другому компоновать. Но через несколько лет при странных обстоятельствах Драгунов получил распоряжение о прекращении работы над кедром. Он дураку говорил, что он дурак. Значит, есть дурацкие указания, значит, он там скребал, но он комментировал все это открыто. Он очень скептически относился, значит, и к нашей, как бы, идеологии. Но это был вот, ну, такой вот настоящий российский человек. В эти годы жизнь самого оружейника по-прежнему скрывалась за грифом секретно. К удивлению многих, прославленный конструктор никогда не добивался для себя никаких материальных благ и охотно делился тайнами своего дела с молодежью. Как и в молодые годы, он по-прежнему прекрасно владел искусством снайперской стрельбы, но жертвами его точных выстрелов становились только утки на охоте. Между тем, имя Драгунова постепенно становится известным во всем мире. Его винтовку начинают охотно покупать десятки стран. Везде практически там, где существовали скажем так прогрессивные режимы на взгляд тогдашнего нашего руководства, куда поставлялось наше оружие прямыми поставками или через третьи страны. Практически везде поставлялась винтовка СВД. Как ни странно, советской армии, несмотря на огромную популярность СВД среди солдат и младших офицеров, профессиональная подготовка снайперов практически не велась. В параметры ожидаемой большой войны искусство снайпинга вписывалось плохо. В 1980 году к бойкоту Московской Олимпиады призвал Конгресс США. Причиной этого решения стал ввод советских войск в Афганистан. Из американского бюджета было выделено 15 миллионов долларов на помощь афганским моджакедам. Вскоре советская армия оказалась втянутой в многолетнюю партизанскую войну. Там ведь было это действие в горах не с регулярной армии. Я просто делал с партизанскими соединениями с небольшими. Дистанции этого боя они как раз те, для которых и была разработана снайперская винтовка. На многочисленные засады афганских моджахедов на горных дорожах советские войска отвечали рейдами вглубь территории контролируемой противниками. Но когда бой шел в горах артиллерия, авиация и автоматическое оружие часто оказывались малоэффективными. И непременным участником всех боевых операций стал снайпер с винтовкой Драгунова, зачастую определявший исход боя. Снайперов всегда забирали к себе командиры и возле себя. Но все прекрасно понимали для чего, да? Что надо сохранить именно командира в бою. Вот, потому что без командира это уже получается неуправляемые подразделения. Именно в Афганистане стали очевидны преимущества конструкторских решений Драгунова, создавшего современную винтовку общевойскового боя. Простота конструкции и обслуживания позволяла талантливым стрелкам в кратчайшие сроки превращаться в настоящих снайперов. В войсках и для общевойскового боя ну конечно лучше оружия как бы пока и нет для выполнения тех задач. То есть для того, чтобы накрыть и создать плотность огня на дистанции как мы с чем и начали от 400 до 600 700 метров. Очень эффективное оружие. Политика перестройки объявленная Михаилом Горбачевым в конце 80-х годов вступила в решающую фазу. Об этом граждане СССР стали догадываться когда в руках стражей порядка появились резиновые дубинки. Это оружие в шутку называлось рычаг демократии. Но при нейтрализации первых же беспорядков были применены войска. В Тбилиси вооруженные саперными лопатками в Вильнюсе автоматами Калашникова. Вскоре теперь уже знаменитому конструктору Евгению Драгунову представители МВД предложили закончить его давнюю разработку пистолет-пулемет Кетер. Его снова позвали. Ну это как, знаете, вот как для старого бойца что вот он опять нужен, что опять его вот интересная его работа он пошел. И вот к сожалению довелось ему поработать только три недели. Три недели до смерти. Работу над Кедром заканчивал его старший сын Михаил. В новогоднюю ночь 1995 года на улице города Грозный подразделения федеральных сил встретились с целой армией наемников профессионалов из разных стран мира. Наведение конституционного порядка превратилось в войну без правил. 95-й год конечно был это ужас даже вспомнить очень тяжело потому что ребята это настоящее это надо было просто видеть когда едешь по дорогам и видишь что сколько кругом убитых и раненых а тебе нужно продвигаться ночью вообще там сплошная пальба а ты идешь в разведку и не знаешь когда и кто тебя большие потери федеральные войска несли от огня снайперов практически весь арсенал жестоких приемов снайперской войны был использован десятками иностранных наемников широко стал известен слух о так называемых белых колготах спортсменках биатлонистках из Прибалтики тактика которых отличалась особой жестокостью женщины которые были снайперши все это видели но те снайпера которые были и попадались к нам были арабы арабы они все были наемниками и воюют они конечно отлично профессиональному саперу и прекрасному стрелку Олегу Кучинскому в эти непростые дни пришлось взять в руки СВД для организации антиснайперских операций маск-халаты пришлось шить из подручных средств а основы снайпинга постигать на передовой когда работает пулемет вы не слышите выстрела снайперской винтовки работает пулемет и в этот момент снайпер где находится в своем укрытии делает выстрел и не видно во-первых из-за всего плотности огна пулемета не видно именно пламя со своей самой винтовки и сам звук естественно вы не слышите где и откуда выстрелили в эти дни стало очевидно что для эффективной снайперской работы в городских условиях технические возможности СВД недостаточно в дополнение требовалась винтовка большей дальности и большей огневой мощи боевые контакты столкновения она свою как бы свою сдачу выполняет но есть и другие сдачи перед спецвольными разделениями которые нужно выполнять эффективно для других задач на которых просто уже не хватает ни дальности ни точности вернувшись из боевой командировки в Грозный командир спецназа ФСБ Удмуртии Александр Рамаданов поделился своими наблюдениями с конструкторами Ижевского машиностроительного завода и уже через два года ему пришлось тестировать новую винтовку специального назначения СВ-98 созданную учениками Евгения Драгунова под руководством Владимира Стронского Если сравнивать новую СВ-98 с ее армейским конкурентом можно сказать что она несколько тяжелее но за счет продольно скользящего затвора и более мощной оптики эффективность дальности стрельбы увеличилась на 20% можно сказать что СВ-98 это оружие для снайперов высокой квалификации дальность эффективного огня новой винтовки превышает 1200 метров для этого пришлось отказаться от автоматики перезарядки пламя-гаситель и прибор малошубной стрельбы позволяют стрелку оставаться незаметным для военного снайпера конечно самозарядная винтовка удобная тем что обеспечивает большую плотность огня для полицейского снайпера когда за боевую операцию снайпер можно сделать один максимум например два выстрела вот эта система с болтовым затвором удовлетворяет в одной из командировок мы применяли такой вариант когда пара была вооружена один человек СВД второй человек был вооружен СВ-98 это эффективно было с боевыми возможностями винтовки СВ-98 снайпер специального назначения Олег Кучинский смог ознакомиться в 2000 году в период второй чеченской кампании однажды уже возвращаясь с задания в Веденском районе он понял что за его подразделением началась погоня подвигалась машина с полными именно грузовик а там полная машина была духов и вы представляете как не беги дальше ты можешь машины настигнут и пойдет растрадоточение и зафат тебя скрываться уже было поздно предстоял заведомо неравный бой счет шел на секунды Олег Кучинский вскинул винтовку СВ-98 я делаю выстрел машина стала естественно это бальзам на душ вот здесь мне понравилось самый первый выстрел который осознал что такое СВ-98 в мае 2005 года в американскую прессу просочились слухи о панических настроениях среди американских солдат в Багдаде виновником этого стал загадочный иракский снайпер по прозвищу Джуба который уничтожал исключительно американцев Джуба предпочитал использовать не западные образцы а ставшую легендарной снайперскую винтовку Драгунова после того как погибли 37 американских солдат неуловимого снайпера Пентагон объявил народной фантазией сегодня можно найти снайперские винтовки по некоторым характеристикам превосходящей СВД но на поле боя важен именно комплекс боевых возможностей оружия и по этому показателю легендарной винтовки Евгения Драгунова пока альтернативы не предвидится и в высокотехнологичном 21 веке простая механика СВД еще долго будет служить классическим примером высокоточного оружия «Музыка» 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 «Музыка»» «Музыка» «Музыка»